Открытие весеннего сезона охоты Виктор Чурюксаев ждал с нетерпением. За год я готовил оружие, покупал патроны, оформлял в местном охотобществе путевку. Вот только все эти хлопоты могут оказаться напрасными. Я в прошлом году путевку взял, ни разу не выстрелил за всю весну. И в этом году так же придется, видимо. Причина, по которой и сам Виктор, и его товарищи по оружию остаются без добычи, предельно проста и понятна каждому охотнику. А потому что сроки. Сроки. Нам здесь, в центральной части нашего района, охоту надо открывать хотя бы с 1 мая. Тогда еще может, что пролетная утка, что мы можем на нее охотниться. А местная остается, охоту открывает, местная остается, ну что ее стрелять. Действительно, местная утка намного меньше, чем пролетающая северная. Да и к моменту официального открытия охоты в нашем районе, она, как правило, уже садится на гнездо. Такую птицу ни один уважающий себя охотник уже стрелять не будет. В середине мая многие утки уже садятся на гнезда. То есть это не раз было замечено. Вот, то есть уже на яйцах. Период высиживания птицов у них наступает. Вот, и то есть даже многие, ну не хотят выходить на охоту. Хотя охота для нас, для северяков, по сути, это образ жизни в какой-то степени. Стоит отметить, что для населения Несейского района охота – это не просто забава. Для жителей отдаленных поселков это еще и существенная прибавка к семейному столу. Зная об этом, администрация района предпринимает немало усилий, чтобы внести соответствующие изменения. Мы дважды обращались в Министерство природных ресурсов для того, чтобы изменили нам сроки охоты по нашей территории. Также направляли запрос заместителю председателя правительства Красноярского края Захаринскому Юрию Николаевичу. Но обоснования такие, что необходимы дополнительные исследования и мониторинг по гнездованию птиц. В связи с чем и будут изменены сроки охоты. Конечно, чтобы принять решение об изменениях сроков охоты, необходимо серьезное обоснование. Но научные исследования в области орнитологии процесс, во-первых, долгий, а во-вторых, дорогой. Так может быть, соответствующим органам стоит принять во внимание мнение местных охотников. Ведь их многолетний опыт позволяет делать самые обоснованные выводы.